Пример во всем. Такую оценку дал глава региона Кумар Аксакалов в работе командирного товарищества Зенченко и Ка. Он ознакомился с животноводческим комплексом и социальной инфраструктурой села Новонекольского Козылжарского района. В образцовом хозяйстве побывала и наша съемочная группа. Первый и пока единственный по своему масштабу физкультурно-оздоровительный комплекс в районах Североказахстанской области. Его открыли в Новонекольском в начале года. Спортивный объект сразу же стал любимым местом досуга сельчан. В марте его посетили больше тысячи человек. Разовый абонемент стоит всего 250 тенге. За эти деньги можно посетить тренажерные и фитнес-залы, поиграть в волейбол, баскетбол и бильярд. Очень хороший проект. То, что Геннадий Геннадьевич реализовывает за счет средств предприятия, все это для людей. Вот к чему надо стремиться всем. Конечно, такого достичь очень тяжело, но, по крайней мере, создавать условия для того, чтобы работники имели возможность отдыхать, дети заниматься спортом. Это социально-ориентированный бизнес должен быть. Командитному товариществу Зенченко и Ка этот комплекс обошелся в 240 миллионов тенге. Площадь двухэтажного здания – 1300 квадратов. В конце апреля здесь откроется 20-метровый бассейн. Вспомнил о Кимобласти и основателя образцового хозяйства, героя труда – Геннадия Ивановича Зенченко. Геннадий Иванович очень много сделал. Все вспоминают его добрым словом. Человек, который действительно трудился во благо страны, во благо людей. И вот его труды продолжают с честью Геннадий Геннадьевич. А еще в Новоникольском есть свой крытый хоккейный корт. Его семья Зенченко построила тоже на свои средства. Показали Акиму области и обновленный дом культуры. Больше ста человек занимаются здесь вокалом и хореографией. Развитие животноводческого комплекса – одно из основных направлений работы командитного товарищества. Процесс почти полностью автоматизирован. Это позволяет ежедневно двум-трем операторам получать молоко от 500 коров. Вышли на 52 тысячи литров молока производства. Это первое в Казахстане вышло хозяйство на 50 тысяч тонн молока в день. Больше поголовья – больше и молока. В этом году в телятнике появились 175 малышей. Рассчитаны эти ясли для телочек и бычков на 200 голов. Молока хватает и подрастающему приплоду, и на реализацию. Сегодня потребность в молоке очень высокая. 35 тонн, поэтому он расширяется. Это пример всем тем, кто еще думает заниматься, не заниматься. Надо заниматься. И со стороны государства будет максимальная поддержка, чтобы вот таких комплексов было больше. Рынка очень много. Натуральный, хороший продукт всегда будет востребованный. Самое главное, когда есть животноводцы, село живет. Село живет, люди заняты, люди получают постоянно зарплату. Поэтому о том, что рынок сегодня 35, если мы найдем 35 и дальше пойдем, потому что сегодня не только курганские рынки. Тюмень сегодня здесь, просят, у меня письма идут, Омск просит. Такая компания, как Магнит по Кургану, тоже просит, давайте зайдите, мы сегодня в метрополисе, Магнит просит зайти. В этом году в хозяйстве планируют надоить 18,5 тысяч тонн молока. В среднем скотники и доярки получают по 100-120 тысяч тенге в месяц. Ветеринары и технологи на 20% больше. Жан Сулута Стемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.